10 локаций в Алматы и больше 20 в Сеуле, Южной Корее. Завершились съемки первого казахстанско-корейского фильма. Это уже четвертая часть кинокомедии. Первую снимали в Казахстане, вторую в Америке и третью в Африке. Почему генеральный продюсер комедии Нурлан Куэнбаев выбрал Южную Корею? Ответ на этот вопрос наш корреспондент Владислав Цо искал на съемочной площадке. В традиционном корейском доме слышна казахская речь на обеденном столе Бешпармак. Взаимопроникновение двух культур покажут в новом фильме. Появление такого кино было неизбежно, ведь уже пять лет между странами действует безвизовый режим. Растет число взаимных поездок. Алматы – популярное направление у южнокорейских туристов, а кей-поп слушает казахстанская молодежь. И многие говорили, и в России, или в Европе, или в Австралии. Когда мы сказали, что можно ли, как вы думаете, продолжить Корею, очень много было любителей Кореи, корейской культуры, сериалов. Все, давайте, давайте, Корея, Корея. И мы решили, что Корея прямо в точку, что это модное направление сейчас. За две недели съемок в Сеуле Нурлан Куэнбаев выучил главные корейские фразы, и теперь вряд ли как его киногерой попадет в неприятные ситуации. Умеет поблагодарить по-казахски Ильи Сэйчан. Известный южнокорейский актер сыграл в 17 сериалах и 7 художественных фильмах. Признается, что это его самая трудная и необычная роль. Я играю корейца из Казахстана. До съемок я мало знал о вашей стране, только то, что это бывшая Советская Республика. Самое сложное в моей роли – произношение казахских и русских слов. Первое совместное кино Казахстана и Кореи сложно представить без казахстанских корейцев. В фильме одну из ролей играет самый известный на постсоветском пространстве корейский актер Олег Ли. 83-1-2. Примера первого казахстанско-корейского кинофильма пройдет в Казахстане в конце этого года. Увидеть комедию смогут и южнокорейцы. Фильм с субтитрами на их родном языке появится в интернете. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея.